Добрый день, дорогие друзья! Всех приветствую на канале Баженит и Омская область. С вами ее ведущий Влад. Сегодня у меня есть свободное время. Я хотел бы вам показать, что я не только могу работать, устраивать свой бизнес, но и также интересуюсь культурой и историей нашего района. Сейчас я нахожусь на крыльце нашего Саргатского историко-краеведческого музея. Туда зайду и покажу, какие экспонаты есть в нашем музее. Меня интересует одна из страниц вот этой книги «Саргатское притяжение». То есть все, что связано с саргатской культурой. Сейчас я зайду и все объясню. На первом этаже. То есть музей имеет три этажа. Первый этаж. Сейчас мы туда спустимся и посмотрим. Что здесь можем увидеть на этом этаже? Самые различные кости. Какие кости? Это ребра, бивни. Здесь мастодонт. Часть мамонта. Вот интересное, о чем можно показать. Это зуб мамонта. Что он из себя представляет? Вот этот звук. Как же вас с вами-то ни с чем. Ну, довольно. Тут есть мои предметы, которые у меня есть в кармане и здесь тоже лежат. Попали в эту экспозицию. Что-то не подписано. Будет не всем сразу понятно, но в процессе съемки я вам покажу. Попытаюсь рассказать. Здесь костяные наконечники. Приезжающему человеку в наш район, сколько бы мы не объясняли и не показывали артефакты, вынутые у меня из кармана или просто валяющиеся на дороге, объяснить это будет невозможно. Лучше всего приехать сюда на место, зайти в музей, где есть специально обученные специалисты, которые бы осветили и рассказали, что вот это такое. Каменный век. Какая посуда, значит, какая должна, какая посуда современная, то есть поздние века, а какая древняя. Сейчас мы можем посмотреть. Кувшин снят из гончарного круга, а есть более древняя посуда, которая не имеет плоского дна. Вот тоже предметы из металла. Древняя бронза. Наконечники встречаются часто, а вот зеркало встречается гораздо реже. И в быту увидеть зеркало и объяснить, что вот это вот, значит, какой возраст этого предмета довольно сложный. Нужно проще всего прийти сюда и показать, что вот оно, зеркало, что оно себе представляет. На нашей территории постоянно ведутся археологические раскопки, находятся множество самых разных предметов. И участие из этих предметов, значит, остается у нас в музее. Что-то у нас след, как только я сказал о том, что будут производить видеосъемку, сразу же, сразу же. Ну, здесь есть такие предметы, которые можно подойти, даже пощупать своими руками. Что такое бивень мамонта, каких он размеров. Вот я примерно поставлю книгу, чтобы иметь представление, каких размеров кости вот этого мамонта. Огромные. Это все находится у нас в Омском Приртышье. Он как бы вымывается по весне речками. Человек, имеющий представление об этом, конечно, обратит на это внимание. А другой просто оставит. Ну, вот предмет мой. Буквально два слова. Я не это самое. Не готовился я. Буквально два слова. Это экспозиция, зал экспозиционный, называется «Из глубины веков». Посвящен он в том числе и саргатской археологической культуре. Пиодизация которой, как мы знаем, 7-4 век до нашей эры и 4-6 век нашей эры. В коллекции здесь представлены предметы хранения ныне покойного археолога, копателя Погодина Ленина Ивановича. Вот. То, что здесь мы видим в витринах, это находки, артефакты из нынче, он ныне называется, природно-археологический парк Батакова. В свое время он проводил там раскопки под его руководством. Все эти вещи были найдены во время экспедиции археологической. И самое интересное то, что, как рассказывал Леонид Иванович, вещи эти, предметы ли быта, посуды, какие-то, допустим, ну, атрибуты, вот, как я уже сказала, бытовые, они изготовлены в уменьшенном варианте. Так, как раньше... Ухула же была браканское язычество, это же не наши предки. Вот. И потом они ушли. Вот так примерно должны быть выглядеть, да? Да. Дело в том, что эти предметы выглядят так, но были больших размеров. А считалось раньше, древние люди считали, что душа человека, она же намного меньше, чем тело, и при захоронении человека, да, с ним отправлялись в захоронение все те вещи, которые помогали ему в жизни. То есть, если это было воин, то с ним захоронились наконечники стрел, значит, какие-то амуниция конская, вот. А если, допустим, женщина, хозяйка, да, то есть и мужчина тоже предметы, которыми он пользовался. Вот это прясница. Это прясницы, да, это рыбачьи принадлежности, вот. Поэтому, откуда мы узнаем, как жили древние люди? Все очень просто. Это прясница. При раскопках курганов с ними захоронились те вещи, среди которых они жили. То есть, быт мы узнаем именно из вот этих археологических свидетельств при захоронении, потому что туда как раз помещались те вещи, которые не пользовался умерший. Вот я сам живу на земле, сталкиваюсь с самыми разными вещами. А один предмет я взял с собой, значит, показать. Прясница? Это грузило. Ну, грузило, прясница, оно для рыбачьей принадлежности, чтобы, да, между прочим, вот эти вещи, характерные, которые использовались еще древними людьми, тюркскими народами, они были заимствованы и нашими рыбаками, и наши русские рыбаки тоже ими пользовались благополучно, потому что они очень удобные и практичные. Вот, приезжающему человеку, значит, он знает, что я не специалист в этом, значит, и что бы ему не показывал, значит, что бы не рассказывал об этом, значит, что это такое, он бы не поверил. Только придя в музей, здесь можно увидеть аналогичный предмет и можно понять, оценить, значит. Известно, что древние загаты – это воинствующий народ, это практически сложившаяся цивилизация, практически сложившаяся система государственности, то есть это был великий, значимый народ. Вот, поэтому, как бы, то, что мы здесь видим, это далеко неполное. Ну, понятно, понятно. Да. Тут только то, что находилось в захоронении. То есть человеку, если приезжать сюда, нужно заранее узнать, значит, какое направление экспозиции, или она постоянно вот тут находится? Дело в том, что можно поступить по-разному. Можно заранее изучить. В интернете очень много рассказано о Саргалской археологической культуре. Вот. Единственное, что вот привязка, как бы самое основное, как мы себя позиционируем, дело в том, что имя, эта культура, получила по имени села Саргацкое, где впервые был раскопан в 1927 году Варвара Павловна Невашовой, был раскопан курган, царский курган, воина золотых доспехов. Вот. И там найдены были артефакты, находки эти были, когда стали их изучать, то поняли, что ранее нигде эта культура не попадалась. А у археологов правило, что когда они находят, то ли неизвестную культуру, называют по имени населенного пункта, где это найдено. Вот. Поэтому для того, чтобы посетить нашу экспозицию, конечно, можно почитать в интернете, но можно прийти сначала у нас послушать, а потом дочитать в интернете, там масса информации. Очень много ученых копали с Саргацкой археологической культуры. Протяженность ее от Казахстана до Тюмени – это порядка четырехсот километров. То есть, ой, четырехсот километров гораздо больше. То есть, всего найдено на территории Омской области более четырехсот памятников археологической саргацкой культуры. Это курганы могильные, это городище, селище. Вот. И восемьдесят четыре из них на территории Саргацкого района. Ну, вот я сейчас иллюстрирую в виде иллюстрации, значит, веду вот этой книги «Саргацкое притяжение». Здесь много книг написано, но более наглядно, значит, можно продемонстрировать в нашем музее то, что описано вот в этой книге Санькова. Еще такой вопрос. Люди приехали, посмотрели, что здесь такое, значит, предметы. И встанет вопрос, значит, а как можно увидеть, значит, ну, либо курган, либо селище, что оно себе представляет. Когда приезжаем, значит, на место, вот я рыбачу там, значит, либо хожу за ягодами, за грибами, я с этим часто сталкиваюсь, я понимаю, о чем идет речь. А человек не сведущий, не понимающий, значит, с этим столкнется, он просто не даст этому оценку. А если я приведу, покажу, значит, должно же быть, ну, как-то обозначено, значит, написано, что это такое, что это памятник археологии. В свое время я был, значит, служил в Армении, поднимались в горы, и там видели, что, значит, там скифская культура, капище, и алюминиевая большая таблица, даже не прибитая, просто прислонена к стеночке поставленной, и там уже понятно, что это, что охраняется, территория охраняется законом. Вот мы едем вдоль Иртыша, и по правой стороне, вот это же все же территория памятника, заповедник вот этот находится. А когда приезжая на место, меня спрашивают, а что это такое? Значит, я пытаюсь объяснить, но люди не понимают этого, что, значит, можно ли туда ходить. Ну, пройти по территории можно, а иметь представление, о чем это? Ну, во-первых, это не заповедник, просто мы знаем, что на протяжении от, значит, села Андреевка, допустим, самого массового скопления курганов, археологических памятников, это в сторону Новоморска 4 километра и в сторону Тары еще 5 километров, то есть порядка 9 километров. Ну, лучше ехать в наш район, чем в Большереческий, да? Там же тоже могильники есть. Дело в том, есть могильники. В Большерече есть, я думаю, что археологический парк Батакова, он официально зарегистрированный. Поэтому там как бы охраняемая территория и под руководством тогда уже ныне покойного Леонида Ивановича можно было туда приезжать, заказывать экскурсии. Дело в том, что у нас археологические памятники, вообще это информация закрытая. Да, для служебного пользования. Для служебного пользования. Поэтому приезжать просто так, да, ходить можно, гулять можно, догадываться, что это курганы можно, с экскурсоводом можно, но как бы для того, чтобы массово привозить туристов и показывать им курганы, должна быть организована четкая организация, должна быть системой охраны, наблюдения, чтобы там никто, кто-то не приехал, и как бы черные копатели вдруг не образовались, ниоткуда не взялись. То есть это все очень серьезно. Пока этой организованности нет, то есть официальной экскурсии на курганы мы не проводим. То есть у нас в планах есть, у нас есть проект, музей под открытым небом, все это есть, но пока он только в виде проекта. Мы только пока об этом можем рассказывать. Водительный курдор мы пока не можем. Ну, права не имеете или просто нет такой возможности? Как бы мы должны, если мы проведем, мы должны отвечать, сохранить. Ну да, я тоже об этом говорю, что если меня попросят, я прежде чем туда отвезти людей или показать, я должен понимать меру своей ответственности, а что будет потом? – Вы же знаете, что работа с недрами, тем более же закон с 17-го года 1 мая уже старчал. Поэтому тут надо, чтобы были допуски, чтобы были разрешения. Официальные экскурсии, если ты в школе организовываешь экскурсии, то ты должен и последствия предусматривать. Ты показал человеку, один посмотрел и умирился, какая все-таки это была дикая культура массовая, а другой человек задумать может и недобрый. – Да. Мало того, что я не конкретному человеку могу показать, а огромной аудитории… – Еще и на видео снять. – Да. – То есть надо быть человеком реальным, ты должен отвечать за последствия. – Сейчас я закончу. В общем, понятно, о чем идет речь, что прежде чем организовать туристические выезды, какие-либо экскурсии, нужно это все согласовывать с местной администрацией, с музеем, и в случае возникновения каких-либо последствий, организатор этого мероприятия будет нести ответственность. Ну ладно, кому было интересно, пишите комментарии, спрашивайте, все что могу, я знаю, отвечу. Ладно, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok